Гламурные седаны для офисных модниц. А вот учредитель сминофермы Анна Лопатина предпочитает мини-грузовик. И удобно, и практично. Вместо офиса старая беседка в саду, вместо проекта распрезентации за байкальские просторы. На своеобразную планерку Анна приезжает три раза в неделю. И пусть подчиненных всего двое – главный результат. Этому поросенку всего 20 дней. При рождении они весят 1-2 килограмма. Всего за один год они вырастают вот до таких размеров. Иди к маме. На свиноферму мы приехали во время обеденного перерыва. Ведь и у животных свой режим. Ни камеры, ни посторонние люди не помешали поесть вкусного молочка. Управляющий фермы грачек Караханян рассказал, что каждый поросенок может безошибочно найти свою мать среди других свиней. То ли по запаху, то ли интуиция помогает. В среднем у каждой свиноматки 7-8 детенышей. Материнский капитал, шутит управляющие, выплачивают исключительно в виде корма. Корм есть это по ширине, чтобы она ела до сети. Вот привилегия у них материнским капиталом, материнство. Время, материнство. Что едят, сколько лет. Анна Лопатина и двое учредителей начали свое дело три года назад. Поехали на Алтай, привезли 100 голов. Первый год выдался сложным, пришлось даже переселиться на ферму с семьей. У нас было даже такое, что нам пришлось в новогодние праздники полностью где-то тонн 20 из-под них убирать. Мы расчищали полностью, семья моя приезжала и мы три дня здесь упирались, чистили. Это же животные, их жалко. Если ты их завел, за ними же надо ухаживать. Мы же в ответе за тех, кого приручили. Сейчас на ферме 170 свиней. Выручка в месяц, не считая расходов, составляет почти 200 тысяч. Очень помогло участие в конкурсе, организованном Министерством сельского хозяйства, в котором Анна выиграла грант в размере 4 миллионов 600 тысяч рублей. Благодаря этим деньгам удалось расшириться и открыть второе крыло. Продукции много, только сбыть ее проблематично. У нас в основном покупают население. Наши рынки сильно не покупают, потому что у нас везется свинина с других регионов, более дешевая. У нас мясо хорошее, но оно дороже, чем с других регионов. У них, наверное, может объемы больше, из-за этого скороспелость быстрее. На первом съезде товаропроизводителей Забайкальского края озвучивалась проблема сбыта продукции. Главная причина – это отсутствие красивой упаковки и бренда. К качеству претензий никаких. Есть региональный центр инжиниринга, который готов взять на себя затраты по разработке бренда любой продукции. У нас есть успешные, красивые, хорошие примеры. То есть они могут получить эту помощь и от государства. То есть в нашем лице мы готовы оказать, профинансировать эту поддержку нашим товаропроизводителям. Основная цель – чтобы все-таки наши товаропроизводители смогли свою продукцию преподнести и чувствовали себя комфортно в торговых сетях. Появится ли мясо от местного товаропроизводителя когда-нибудь на Читинских прилавках? У Анны хорошие прогнозы, ведь свое намного вкуснее и полезнее, чем привозное.